Нагрев колбы лампы 600 градусов, вот сейчас она уже, то есть это печка натуральная и вот отражатель. То есть с такой системой зимой вы не замерзнете. Я буду применять в эту зиму. Тепловой поток отсюда идет как будто от киловатта, просто как такое может быть? Обратите внимание еще раз, мощность как будто киловатт, а потребляет всего лишь 240 ватт. Просто самый настоящий шок. Всем привет, вы на канале Андрея Тиртхи. Сегодня я хочу показать срочно, посмотрите вот это видео, мини камин для зимы с КПД 2500% из галогеновой лампы. Это сделал общины Владивосток. Есть вот такой вот человек, Кулибин изобретатель, сам он электрик. И он рассказывает, как ему удалось из обычной галогеновой лампы отапливать зимой комнату где-то около 15 квадратных метров. Это просто невероятно. То есть коэффициент эффективности, еще раз посмотрите, 2500% из галогенки обычной. На самом деле, многие в это не верят, но факт остается фактом. То, что этот человек это сделал. Кстати, на его канале очень много разных, конкретно человек занимается альтернативной энергетикой. И очень-очень множество проводит исследований. Кому интересно. Итак, вернемся к нашему. Нагрев колбы лампы 600 градусов. Вот сейчас она уже. То есть это печка натуральная. И вот отражатель. То есть с такой системой зимой вы не замерзнете. Я буду применять на эту зиму. То есть КПД ее, 42 ватта она берет, а дает, наверное, с киловатт. Вы скажете, это сказки. А я объясню, почему сейчас. Я это уже как бы сама. Вот смотрите. В связи с тем, что колбы галогенных ламп нагреваются до температуры 600 градусов Цельсия. При изготовлении используют необычное, а кварцу и стекло. У которых рабочая температура достигает 800 градусов Цельсия. Ну вот смотрите. Сейчас я проведу такой же эксперимент. У меня есть нечто похожее лампа. Правда у меня не галогеновая, а ксеноновая самолетная лампа. И мы проведем замеры для того, чтобы понять, что действительно выдает ли такая мощная лампа столько тепла, сколько потребляет. То есть потребляет, как правило, такие лампы гораздо меньше, чем выдают на самом деле в световом потоке и в тепловом. Вот эта лампа. У него галогеновая, у меня ксеноновая самолетная. У него коэффициент эффективности его лампы галогеновой 2500%. Здесь 400%, точнее коэффициент эффективности 400%. Помимо того, что эта лампа, она выдает мощнейший световой поток, она также дает огромное количество тепла. То есть столько же тепла выделяется, если бы я использовал колорифер на 1 кВт. Сейчас мы это все подключим, и я покажу замеры. Итак, у меня есть вот такой вот мощный блок питания. 10 ампер, 24 вольта. Вот эта вот лампа ксеноновая. Вот это вот лампа. Итак, давайте проверим. Так, потребление. Вот на таком расстоянии, где-то 50 сантиметров, даже больше. Она светит, она дает тепла, как будто от киловаттного колорифера. Вот такой вот световой поток. Здесь руку вот на таком расстоянии держать невозможно. Она просто жжет. Вот на таком даже расстоянии обжигает руку. То есть мощный световой поток и мощное инфракрасное излучение идет. Жара просто. Для экономии зимой лучше всего использовать вот такой вот световой колорифер. Это самое простое решение, которое только может быть, если вы хотите сэкономить как минимум в 3-4 раза. Поставить одну или две таких лампы и в комнате с квадратурой 15-20 метров вы запросто можете отапливаться только одной вот такой вот лампой. Дело в том, что мало кто знает, что то, что привыкли и нам внушили в школе, что якобы это не может быть. Но посмотрите, на самом деле, тепловой поток отсюда идет как будто от киловатта. Просто как такое может быть? Обратите внимание еще раз. Мощность как будто киловатт. Опотребляет всего лишь 240 ватт. Просто самый настоящий шок. Это невозможно. Многие говорят, что не может быть. Но есть факт. Потому что мы привыкли, что вот нам так сказали, так должно быть, так написано в учебнике физики. КПД больше, чем единицы быть не может. Но в данный момент речь идет не о КПД больше единицы. Речь идет о коэффициенте эффективности. Что колорифер потребляет 1 киловатт и выдает 1 киловатт тепла. Эта же лампа потребляет 240 ватт, а выдает как будто киловатт. Вы не поверите, но факт остается фактом. Ровно в 4 раза. Коэффициент эффективности, еще раз повторяю, 400% этой лампы. Это просто шок. Вы хотите просто, некоторые используют колориферы, там допустим нету центрального отопления или еще что-то. Поставьте такую лампу и все. Вы сэкономите потребление растрата энергии в 4 раза. Вот и все. На самом деле экономить просто нужно, просто брать и делать и не слушать то, что вам говорят. Это невозможно, это быть не может. Еще раз говорю, если бы братья Райт, которые построили самолет, точно так же слушали лорд Кельвина, физик, член королевской палаты, физика, он говорил, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут, они бы никогда в жизни не сделали самолет. Они были любителями, они не были физиками, они не были учеными, они просто ремонтировали велосипеды, они построили самолет. Сейчас миллионы людей летают, уже наверное миллиарды людей летают на самолетах. И кто их построил, эти самолеты? Братья Райт, слесаря, которые ремонтировали велосипеды. Это просто невозможно, но они это сделали. Так что берите, экспериментируйте и не верьте в то, что там вам внушили, что это невозможно, этого быть не может. Что происходит? Видите? 24,2. Напряжение 24,2. А на холостом ходу 24,1. Ну вот, лампочка горит. 24,2. Выключаем. Выключаем. Так. Что-нибудь кто понял? Никто ничего не понял? Или кто-то понял? Видите? 24,2. Давай. Продолжение следует...